Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Предприятий в сфере торговли, обрабатывающего производство, транспортировки и хранения товаров. По данным регионального Минэкономразвития, сейчас средства там предоставляют по ставкам от 2% до 10% и 625-тысячных годовых на сумму до 5 миллионов рублей. Программа Экономика. Кировчанам станет проще отличить ломбард от мошенников или комиссионки. С 11 января вступили в силу новые правила, регулирующие деятельность ломбардов. Теперь им необходимо включение в госреестр, который ведет Банк России, а не ФНС, рассказал управляющий Кировским отделением Волговятского главного управления ЦБ РФ Сергей Крюков. Ломбарды обязаны подать документы в Банк России до 10 апреля 2021 года. В противном случае их деятельность будет ограничена. Не смогут заключать новые договоры потребительского займа и вносить изменения в сроки исполнения обязательств в ранее заключенных договорах. Если сведения об организации не будут включены в реестр до 9 июля 2021 года, она утратит статус ломбарда. Юридическое лицо, не состоящее в государственном реестре ломбардов, не имеет права использовать в своем названии слово «ломбард» более 90 дней. Также по новым правилам ломбарды смогут выдавать займы только под залог движимого имущества, предназначенного для личного пользования. Это исключает возможность выдачи ломбардов займов под залог недвижимости. На 1 января 2021 года в Кировской области работали офисы 9 организаций, включенных в госреестр ломбардов. Экономика на 101 ФМ Далее информация от наших партнеров. Рейтинговое агентство «Эксперт» повысило рейтинг кредитоспособности АОКБ «Хлынов» до уровня РУ-Трипл-Би. Об этом сообщается на официальном сайте рейтингового агентства. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Банк «Хлынов» успешно продолжает развивать бизнес и повышать свою финансовую устойчивость в непростой для рынка период. Присвоение рейтинга является важным этапом на пути к реализации стратегических планов, отметили в банке. АОКБ «Хлынов» – лицензия номер 254. Экономика. Завершение валютах. Доллар сегодня 74,86 рубля. Курс евро – 91,15 рубля. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 ФМ.